Добрый вечер! В эфире Вести Карачаева, Черкесия. В студии Руслан Жукаев. Сегодня в Карачаево, Черкесии на базе предприятия «Селена» открылось новое производство по переработке пластика для вторсырья. За запуском наблюдали министр промышленности республики Мурат Гапов и глава Ужигутинского района Мурат Лайпанов. На месте побывал наш корреспондент Артур Мкце. 35 тысяч тонн пластика в год теперь не будут захоронены на полигонах Карачаева-Черкесии и отправятся на переработку, став сырьем для утеплителей, наполнителей, мебели, геотекстиля. Ровно год назад глава республики Рашид Темризов посещал это предприятие в Ужигутинском районе на начальном этапе реализации инвестиционного проекта по переработке пэт-бутылок. И вот завершены все наладочные работы, цеха выходят на полную мощность. Сегодня мы с вами подводим итоги этого инвестиционного проекта. Это предприятие вышло на полную мощность. Очень отрадно, что это происходит в год, объявленный Рашидом Борисбевичем, годом развития промышленности. Данное предприятие не только увеличило количество рабочих мест и отчисления налоговые, но вместе с тем зародило культуру, много лет потратило на зарождение культуры по сбору отходов. И это такая значимая роль в экологической составляющей. Имеет место быть и увеличение рабочих мест, и налоговые поступления. Но я бы еще хотел добавить, что это предприятие, долгие годы развивающееся, оно еще и другое направление имеет. Я бы хотел отметить именно социальную направленность этого предприятия. Первая в России сертифицированная технология позволяет расширить производство полиэфирного волокна, синтепона и флексов. Причем почти все оборудование здесь отечественного производства. Процесс можно разделить на три основных этапа. Сортировка, дробление, создание сырья для многого из того, чем каждый человек пользуется у себя дома. Поступивший на территорию пластик попадает на систему конверов, с помощью которой передвигается по этому цеху. Что происходит в этом цехе? В этом цехе происходит отделение от грязи, отделение от примесей металла, первичная мойка. Дальше происходит разделение по цветам и по типу пластмасс. Большая часть работ происходит в автоматическом режиме. Увлекательным процесс превращения старых пластиковых бутылок в волокно не назовешь, но необходимым без сомнения, особенно для экологии региона. Это один из этапов трассировки пластика по цвету. Заранее была составлена программа с камер определять, какой цвет выйдет дальше, а какой отправить вниз. Так выглядит дробленный пластик. Его разделили по типу, очистили от примесей, отмыли от грязи. Осталось расплавить, чтобы затем получились тончайшие нити. Причем в производственном процессе полностью исключено использование химии. Такое ощущение, будто невидимые пауки быстро сплетают прозрачную, даже светящуюся паутину. Ну а далее собранное сырье отправляется на другие линии предприятия, чтобы впоследствии стать частью, к примеру, постельного белья или текстиля для кухни. Рынок сбыта продукции обеспечивается благодаря сотрудничеству с крупнейшими торговыми сетями России. Артур Мухцелий Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия, Ужигутинский район. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов сообщил, Кроме того, в расходной части бюджета в соответствии с поручениями главы республики предусмотрены дополнительные статьи на обеспечение региональных мер социальной поддержки населения. Принятые корректировки позволят обеспечить увеличение размера республиканского материнского капитала, размера единовременной выплаты при рождении третьего ребенка, компенсацию многодетным семьям, а также выплату регионального материнского капитала для семей участников специальной военной операции. Вместе с тем выделено дополнительное финансирование для завершения строительства социальных объектов, в том числе одной из крупнейших в республике школ, в селе Учки-Кен, на 960 мест. Также Рашид Тимрезов дал поручение предусмотреть дополнительные средства для участия в регионах в программе по переселению из аварийного жилья. РЖД совместно с инспекторами ГИБДД Республиканской столицы и администрации Черкеска провели акцию, организовали профилактическую беседу с водителями автотранспорта, о правилах проезда через железнодорожные переезды, раздали памятки. Чтобы избежать трагедии, автовладельцы при подъезде к переезду обязательно должны руководствоваться требованиями дорожных знаков, светофоров, разметки, положением шлагбаума и указанием дежурного по переезду, а также убедиться в отсутствии приближающегося поезда. С увеличением автотранспорта и низкой водительской дисциплины акции проводят регулярно. Также отмечается рост дорожно-транспортных происшествий. Вдохновение автомобиля с поездом, как правило, заканчивается для водителя тяжелыми последствиями. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах возможно только при совместном взаимодействии всех органов управления, участвующих в обеспечении безопасности движения. Призываю всех водителей соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов и не подвергать опасности свою жизнь, здоровье и жизнь пассажиров. По распоряжению мэра Черкеска детские сады и школы республиканской столицы уже отапливаются. Подача тепла в жилые дома, учреждения и предприятия всех форм собственности тепловые сети поэтапно обеспечат 16 октября. Алексей Баскаев порекомендовал горожанам, жильцам многоквартирных домов для урегулирования вопросов подачи тепла в дома заранее уточнить свою управляющую компанию. По всем вопросам обращаться на горячую линию регионального управления, госжилнодзора и диспетчерскую теплосетей. Вопросы, касающиеся подготовки к отопительному сезону, можно также оставить в социальных сетях на страничке мэрии Черкеска с обязательным указанием адреса. Все сообщения будут рассмотрены и приняты необходимой меры, заверил грандоначальник. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии местами осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман. Ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 0,5, в горах до 7 градусов мороза, а днём 6-11 выше нуля, и местами от нуля до плюс пяти. Ночью и утром в горах на дорогах гололедится. В черкеске дождь, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 3,5, а днём 8-10 градусов тепла. В этом году исполняется 135 лет со дня образования Баталпашинского казачьего отдела и 180 лет Покровской церкви города Черкеска. К этим знаменательным датам были приурочены традиционные баталпашинские чтения. Подробности у Али Баташева. История казачества, становление и развитие православия. Взаимовлияние культур горцев и казаков – основные темы баталпашинских чтений, которые проходят в республике четвертый год подряд. В состав участников – ученые-краеведы из Карачаева, Черкесии, Ростова-на-Дону, Волгограда, Краснодара, Ставрополя, Владикавказа, Армавира и других городов. Священнослужители, а также студенты среднеспециальных и высших учебных заведений республики. Традно отметить, что сегодня молодежь Карачаева-Черкесии проявляет особый интерес к истории, к истокам своего народа, потому что надо правильно интерпретировать явления, процессы, которые происходили в нашей жизни, накладывать их на сегодняшний день. Станицу баталпашинскую основывали казаки. Для нас очень важно сохранить эти скрепы, чтобы наше молодое поколение и знало, и передавало эти знания будущим поколениям. На пленарном заседании священник и кандидат психологических наук Александр Нартов рассказал об открытии первой церкви в станице Баталпашинской. Темой доклада историка из Ставрополя Ольги Шафрановой стал феномен российского казачества, который она рассмотрела в культурно-историческом аспекте. Не было бы казачества феноменом, если бы она не возродилась в 90-е годы XX века. И сегодня является важной и политической, и социокультурной силой, институтом гражданского общества. Мой доклад в целом об этом. После пленарного заседания участники посетили музей истории церкви и казачества в Никольском соборе Черкеска, после чего Баталпашинские чтения продолжили свою работу в формате секций. Заседания проходили в конференц-зале Никольского собора и Доме печати. Студентка Александра Ахметова считает, что знание истории, культуры и традиций народов Северного Кавказа позволяет лучше понимать друг друга. Мы изучаем историю, а без истории не будет никакого будущего и настоящего. Потому что если не знать свою историю, то будет очень сложно правильно строить настоящее и будущее. Потому что, так скажем, все циклично. И бывают некоторые ошибки историй, повторяются. И чтобы их не допускать, лучше всегда что-то предугадывать, узнавать. Понятное дело, что мы живем в век глобализации, и что так или иначе границы между народами, культурами, странами, государствами стираются. Но когда есть возможность сравнить картинку, которая имеется сейчас, с той картинкой, которая была раньше, это заставляет задуматься и проводить анализы. По итогам работы Всероссийской конференции будет издан сборник докладов и выступлений. Али Баташев, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. В российский прокат вышла семейная комедия «Испытание аулом». История о своенравном городском подростке. Съемки проходили в живописных местах Карачаева, Черкесии. В Черкесии, аулах, Козелтугай и Адильхалк. О сюжете фильма и впечатлениях расскажет Дарья Тендит. По сюжету главный герой – 11-летний Тимур. Кроме соцсетей и видеоблога его ничего не интересует. Традиции родного нагайского языка не знает. Поспорив с отцом, он едет на месяц в аул к строгому дедушке. Там Тимуру кажется все странным. Мальчику пришлось адаптироваться к сельской жизни, попробовать национальные блюда, выучить нагайский язык, научиться управлять хозяйством и ездить верхом на лошади. А также подружиться с местной детворой. На самом деле было легко. Ну, конкретно, наверное, на лошади научиться кататься. Вначале было сложно, а после репетиции уже мы все проходили. И уже по памяти играл. Вроде получилось. Фильм снимали на протяжении двух лет, рассказал генеральный продюсер картины. Он отметил, что в фильме не было профессиональных актеров. Поэтому он и получился таким настоящим. Был детский лагерь. Там очень много детей было, которые талантливые, разные. Мы их решили попробовать задействовать в этом. Есть дети, которые родные языки не знают. И нас этот вопрос тоже немножко так, как сказать, беспокоил. И мы эту проблему в фильме тоже как бы обозначили. В фильме поднимается ряд важных тем. Прощение и понимание – важность сохранения родного языка. Авторы показали, что не только младшие должны извиняться, но и родители могут признать свою вину. Присутствовавшие гости высоко оценили и ждут продолжения семейной картины. На самом деле впечатление неизгладимое. Много слышала положительных отзывов. Решила сегодня сама посмотреть. Я в восторге. Огромное спасибо за популяризацию наших родных мест, родного языка. О том, что дети должны знать, почитать свой родной язык. Конечно, самая главная ценность и самый главный сюжет – это сохранение, приумножение родного языка. Спасибо вам огромное. Огромное. Фильм «Испытание аулом» взял гран-при 10-го международного фестиваля детского и семейного кино «Ноль плюс». Критики оценили оригинальность психологических конфликтов. Картина получилась аутентичной, а в сочетании с трогательными и искренними моментами – легкой и смешной. Этот грант получили мы в Москве, защищая проект Министерства культуры Российской Федерации. И для нас принципиально важно, чтобы проект не только завершился сдачей фильма, а выходит в прокат. И после сегодняшнего дня этот фильм параллельно будет запускаться в 30 кинотеатрах по всей стране. И фестиваль, который прошел в Тюмени, еще один мощнейший стимул для нас двигаться дальше. Можно еще анонсировать, что уже готова заявка на вторую часть. Фильм поддержан Министерством культуры Российской Федерации, фондом президентских грантов и президентским фондом культурных инициатив. Дарья Тендит, Али Бастанов, Вести, Карачаево, Черкесия. И спортивные вести. Завтра на стадионе «Нарт» состоится футбольный матч между командами «Нарт» и «Барс» из Владикавказа. Это уже будет второй матч полуфинала. Игра покажет, кто сильнее. Руководство футбольного клуба «Нарт» приглашает всех болельщиков поддержать команду нашей республики. Матч состоится при любой погоде на стадионе «Нарт» в Черкесске. Начало в 18 часов, вход свободный. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Лихорадка». Всего хорошего и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!